Предстоящие выборы, очередной циклон и создание муниципальной управляйки – эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном аппаратном совещании руководителей структурных подразделений и подведомственных учреждений. Провел заседание глава городского округа Александр Баранов. Все подробности смотрите далее. Первое сентябрьское собрание руководителей структурных подразделений и подведомственных учреждений прошло в обычном формате. Глава городского округа подвел итог прошедшей недели и дал задание на предстоящую. Первым делом руководитель муниципалитета обозначил главные вопросы, которые задают ему граждане в ходе рабочих встреч. Это здравоохранение и работа управляющих компаний. Здравоохранение ясное дело – это федеральная функция, работа управляющих компаний, стимулирование. Это наша, как говорится, беда. Опять на повестку дня выходит вопрос создания муниципальной управляющей компании. Поскольку сейчас на федеральном уровне это дело обсуждается. То есть в ближайшее время выйдет закон для того, чтобы можно было принимать меры воздействия к управляющим компаниям в плане передачи управления в муниципалитет. Далее глава городского округа перешел к вопросу формирования бюджета и расчета субсидий юридическим лицам, которые оказывают услуги гражданам на определенных целевых основаниях. Затем Александр Баранов призвал руководителей структурных подразделений принять все меры, чтобы период прохождения циклона на территории Фокина не принес никаких последствий. Особая озабоченность глава городского округа вызвала уничтожение кустов, радовавших глаз в районе Карла Маркса, 21Б. Не знаю, что там строят. Росли отличные кусты. Сакура и вишня. Первая линия красиво цвели. И все выросли, хороший куст был. Ну и дерево там, как говорится, цветущее спилили. Поэтому данных товарищей, строителей, оштрафовали за инстанционирование и уничтожение зеленого цвета. В завершении заседания руководитель муниципалитета обратил внимание собравшихся на организацию досрочного голосования. Последнюю предвыборную неделю. Эта неделя у нас основная по досрочному голосованию, на участках и так далее. В учреждениях, поскольку у нас строительство Константиново, в основном это в образовательных учреждениях, организовать работу так, чтобы не мешали учебному процессу. Ленты, сигнальные ленты. Оградить, куда проходят граждане. Не гуляли там по школам и так далее, поскольку ковид с повестки дня не снимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова